А теперь к новостям спорта. Мы уже рассказывали о том, что Славянск на Кубани в очередной раз стал местом проведения всероссийских соревнований. В спорткомплексе «Лидер» завершился турнир по боксу в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России. В финальных боях встретились сильнейшие спортсмены нашей страны. О том, каких результатов удалось добиться кубанским боксерам, мы расскажем в следующем материале выпуска. Финальные соревнования по боксу в зачет 8-й летней спартакиады учащихся России стартовали 25 июля. Более 120 боксеров, представляющих команды Дальневосточного, Сибирского, Северокавказского, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, городов Москва и Санкт-Петербурга, боролись за звание сильнейшего. Соревнования проходят на высшем уровне. Это 8-я летняя спартакиада учащихся России. Здесь у нас присутствует 10 федеральных округов, лучшие спортсмены нашей страны. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе Синеговскому Роману Ивановичу за поддержку. Проводится соревнование на 5 с плюсом, а это самое главное. На шестой соревновательный день уже легко было сделать вывод, как выступают спортсмены Краснодарского края, какой вклад вносят в общую копилку наград. Довольно-таки неплохие успехи показывают. С Краснодарского края у нас двое в финале, один бронзовый призер. Ну, загадывать наперед не будем. Дождемся последней пары нашего супертяжеловеса. На него большая надежда. Как стало известно позднее, надежда на победу кубанского спортсмена оправдалась. Вартан Арутюнян стал победителем в весе 91 килограмм. Всего награды золотого достоинства получили 13 боксеров, каждый в своей весовой категории. Юрий Осипов из города Москвы занял первое место в весе до 60 килограмм. Соперник был хороший, было сложно. Ну, я сделал это, я выиграл. Теперь надо ждать мастера спорта, когда приспалят. Восьмая летняя спартакиада учащихся продлится до 15 августа. Впереди спортсменов ждут соревнования по велоспорту, баскетболу, настольному теннису и ряду других. Так что копилка наград кубанских спортсменов может пополниться еще несколькими золотыми медалями. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».